Выбитые стёкла, последствия пожара, следы практически на скальной живописи первобытных людей. Впечатление, как будто с Шибки сошла лавина и оставила после себя развалины. Здание перестали охранять в прошлом году. Трудно поверить, что когда-то уникальная постройка была одним из центров культурной жизни района. В постсоветское время здесь был развлекательный комплекс. До сих пор здание принадлежит компании «Премьера», запустившей знаковый объект. Организация находится в процедуре банкротства. Была Шибка и земельный участок под ней в зоологе у банка открытия. Банк предпринимает регулярно какие-то усилия, чтобы реализовать это здание. Были попытки реализации, была сделка, которая, к сожалению, не состоялась, не по нашей вине. Поэтому банк постоянно прикладывает какие-то усилия. И до сих пор их прикладывал и в будущем тоже готовы это делать. Выездное совещание по Шибке организовано по инициативе городской администрации. Сейчас обсуждаются конкретные шаги по восстановлению кинотеатра. Городские областные власти совместными усилиями прорабатывают вопрос о возможном выкупе здания. Уже решено, что Шибка снова станет культурным центром. Конечно, иметь такой объект в центре города – это позор. Как бы и для города, однозначно. Но в первую очередь для собственников. Те люди, которые это допустили, они должны были очень сильно не любить Самару. Олег Фурсов также попросил прокуратуру проверить законность отчуждения Шибки из муниципальной собственности, что было сделано в 2004 году, и проверить всю цепочку последовавших за этим сделок. В ближайшее время будут приняты конкретные решения, чтобы как минимум не допустить дальнейшего разрушения Шибки. Олег Фурсов поручил администрации промышленного района совместно с банком-залогодержателем закрыть свободный доступ в здание, разместить на фасаде строительную сетку и организовать вывоз мусора. Сам мэр уже 11 апреля на Гагаринском субботнике примет участие в уборке прилегающей территории.